Аппарат же в бане, по-моему. Только что забанили Яхома и взяли себе как раз Борис Лобэк. А-а-а, вот молодцы. Потому что знают, что этот герой их контрит. И в первой стадии надо было брать не Дума какого-то, потому что Дума, я уверен, не хотели брать Яхома. У них был в приоритете именно туз карта с Сандайенгом, что кто-то, в общем, на пуш и на хил. Берите аппарат и все, они так не делают. А выигрывали они только так. Они же Вегу выиграли именно тем, что собираются пятером и хилиться. Идут, толпой, аппараты это все контрит делают. Ну, тоже такой сомнительный персонаж, потому что Яхома, они на тебя так прям жестко бежать не будут. Они будут кулаком идти просто и ломать тебя. А этот Вич Доктор, ну, первый вард слабенький. Каски тоже, в принципе, без разницы на них. Ну, вот Вич Доктор сейчас как аналог Бэйну, получается. Он тоже, Бэйн заходил, там, улетел, то Скар в него, в принципе, вкатывался. Ну, или же оставлял там варлус панч на него. То же самое будет и здесь. То есть кто-то будет контролить обязательно палку. И, ну, очень будет печально, если дадут все-таки поставить. Ну, контроль пока есть только единственное в спламе таска. Не мешает им добрать. Да и Тусик будет ждать. Не, ну, конечно, не мешает. Как фиксация еще будет, по идее. Не, точно. Как раз еще, что портика не хватает. И мидгеры, ну, если Бристлбэк в миддл не уйдет. Того же Даззла, не знаю, мог взять и Хоум. Могут, да, спокойно. Еще один хил себе добавить, чтобы вообще Бристлбэк стал неубиваемый, непробиваемый. У них нет фиксации, правильно. Может, эх, Джеки Роса бы. Если Хоум сейчас все грамотно сделают, они сделают очень много стаков этому Бристлбэку. Он там к минуте 20-й выйдет. Это Крымсон Гвард там с Энджин Яш. Это будет неубиваемый персонаж. Он просто будет идти вперед и ломать. И тебе там на рампу будет уже заходить, в принципе, на этих минутах. Ну, вообще, этот Вичдоктор еще мог против потенциального Виспа под Бристлбэка от Ехомов зайти. Мог, не проблема. Ну, а тогда почему его не взяли на четвертый пик? Это очень хорошо работает, когда к тебе прилетают. Но они, им без разницы, они даже не хотят никуда идти, они опять хотят идти и ломать. Ну, как без аппарата в первой стадии играть в эту игру против тем более Ехомов? Ничего не понимают, что ли? Эй, хорошо, Ехомушки мои, едом. Так еще есть этот аддон. Так и что делает аддон? Хил, хил, хил. Там у Бристлбэка мека. Да или может тут у Скара, не понятно. Нет, аддон тут не надо уже пикать. Тут именно как раз кого-то рейнджового дата очень хорошо заходит. Это будет третий хил. И эти два героя, Бристлбэк, Джаггернад, будут идти вперед. И они с ними что-то будет очень трудно сделать. Пакуют палкой стоять, будет хил зомби. Постоянные хил даззла, все это заармированные. Не знаю, на месте ВИЧ я бы уже жестко упоролся в какой-то сплит. Именно полный и избегание драк. Здесь драку не выиграть вообще никак. Если они опять захотят драться... Ага, ну они решили вот так. Лот-блок, то они будут приседать. Не, но Тимбер можете отбрасываться. Это, кстати, очень хороший пик. Ну, три силовика, да, у Ехом. Да, это не так плохо, но... И четыре милишника. А что, если Мека нажмется, Тимбера убьют? Но проблема в том, для Ехом в том, что у них нет стана. То есть этот Тимбер будет летать по... Вот он купит Гоус Кептер, допустим. Платстон Гоус Кептер. Вот он влетает туда. Да, именно в этом проблема. У них нет стана. Им просто его не поймать. Он будет летать, наносить кучу дэмэджа. Но у них также будет много хила. Эту палочку надо будет как-то пытаться убить. А он в полете такой. В полете. Плэк Трик. Туру-туру-туру-туру. Палку убил и поехал дальше. Вот Слабак наметал, собирается. Соответственно, эта банная этого разора подтверждает. Блин, четыре милишника у Ехом. Так и Нигму хочет. Так и Тимбер сейчас Мит поедет. Мит поедет, да, уже никаких Нигм. Да, я понимаю, но так и хочется Нигму. Кого бы взять Вича на Керри? Если не хотят драться с Тимбером, то надо Керри на Драку. Керри на Драку это какой? Клик. Вам придет Тускаран Дайн. Скорее всего, Даблой. Не будет вам тяжело. Кстати, вот Расту бы они добрали, я уверен. Потому что и герой хороший на пуш, и фиксация для Тимбера. Всегда есть Леон. Леоноподобный? Леон просто, даже неподобный. Но Раста был совсем хорош. Раста был хорош, да. И фиксы, и дизеблы есть, и дополнительные барды как раз под пушек. Какой-то сайленсер? Не, не сайленсер. Не, непонятно. Им сейчас нужно урон по вышкам, Ехомам. Потому что у них сильная драка. Контрить эту драку с Худжики Рост. Ооо, пугномет. А у нас Раста был очень доволен, потому что это действительно, это такой типа пуш, но не совсем пуш. То есть они в лейте могут нормально нарезать, и Тимбер будет, если без БКБ, то его палка Пугна просто... И очень дорогие сплы у всех. Таск получается у нас как второй саппорт, по идее. Может быть, или Пугна все-таки саппорт. Да нет, Таск оффлейнер будет. Но вообще Пугне нужно лвлайта отдали. Ну, это дабллайна. Тут, скорее всего, Пугна будет саппорт для Джаггера. Потому что, смотри, Пугна Джаггер, если что, это же много демеджа. Скрутилова и Decreepify. Да. Они же реально, это комбо из 2 кммр. Дума не пробьется, это комбой. Вообще нет. Нет, ну они вот так тык-тык-тык, потом замедлены. Тж-тык-тык-тык-тык. Катекула. Четыре, три, два, один. Это винога. Игра будет интересная. Да, тут... Аналитика выбирает, естественно, будет играть. Вторая карта Вичи Гейминг против Яхома начинается прямо сейчас. Вова Рустам, вещайте. Ну что ж, с вами снова адекваты Мэл Шторм. И сейчас мы будем комментировать одну из самых интересных игр, судя по драфту. В очередной раз, когда доходит до финальной стадии турнира, у нас китайцы решают пойти пушить. И на самом деле, если вспомнить, им ни в каком вообще патче, какая бы мета ни была, им это не мешало. И действительно, когда ты набираешь вот такой хороший набор, который есть сейчас у Яхоум, добавить какую-то пугну рейнджевика, который сможет откидываться издалека, который вообще сломал, по-моему, голову сейчас FY, он думал все время о последнем пике и выбрал инвокера. Да, да, да. С тобой полностью абсолютно согласен, что в любой самый крупный турнир китайские ребятишки начинают внезапно просто вас проносить до 20 минут, и с этим ничего нельзя поделать. Причем просто если мета, если патч подходит, то они вот... 4-й интернешнл у нас получается. Ну, типа того, да, ну ты знаешь, кажется, что немножечко Яхоум поплыли в этом направлении, они поняли, что, блин, что-то мы как-то противника на изичах разбиваем, если мы начинаем давить и пушить. А не попробуют ли нам это делать постоянно, пока нас кто-то не остановит? И вот большой вопрос, станут ли этой командой Вичи Гейминг, которая остановит пуш и хоум? Ну, вообще останавливать будет тяжело. Итак, Old Eleven играет на Таске вновь, Lan M забирает себе саппорт к угну, All Chicken, Bristol Back, KK на Анденге и сетевая энергия гернаута. Ну и Вичи Гейминг играют за Рейдин, Тайс и Сайс будет играть на Тимберсоу, Супер медовой инвокер, Финрир суппорт Лич, Файтер и суппорт Вич Доктор. Ну и Бёрнинг, Горящий Дум. Он, собственно, и сам Горящий, как по никнейму, и такой же персонаж Горящий. Окей, интересно будет посмотреть. Знаменитая стратегия четырех милишников. На самом деле, я видел четыре милишника за последние пару месяцев трижды, и, по-моему, дважды это выигрывало. Один раз причем Сикреты играли через четыре милишника. Ну, немного необычно просто для Доты. Мы трех-то, когда видим, говорим, о боже, три милишника, а четыре — это вообще хуже только пять. Ну, я тебе так скажу, что вот те же самые ребята из OG, играя против CD&C, там в матче они взяли пять силовиков и выиграли. Так, вот начинается у нас веселая Дота. Говорит, руну хотите? Ну давайте, у нас зомби. Снизу сетевая при этом отжимает. Уже две баунти-руны у E-Home. Интересно, что по лайнингу. Ну, понятно, что Олд Чикен будет на Бристле стоять в соло, уже берет себе бутылку, будет против инвокера и Вич-Доктора. Да, но на самом деле, если Бристлбек чуть-чуть-чуть регенчиков подберет и сможет вначале хорошо себе быстро поднять левел, то постоять против инвокера у него никаких проблем не будет. Ну, я думаю, да, действительно. А чем здесь инвокер может, честно говоря, помешать? То есть, если это класс-вексский инвокер, то это вообще не проблема для Бристлбека, это если класс-эксорд инвокер, то 4G в теории могут как-то помешать, но опять же, спина прокачивается, в нужный момент поворачиваешься спинкой и особо проблем не знаешь, к лос-преме откидываешься. А с счет того, что у тебя есть потл, ты это можешь делать практически бесконечно. Так что, если никто суперу не поможет, то Бристлбек, по идее, свою линию как минимум не проиграет. Конечно, об победе на линии речи быть не может. Ну, может, на самом деле, Бристлбек это такой герой, против которого один раз ошибся, сделал шаг, не сдал, он тебе наплевал в лицо. Ну, давайте объективно оценивать возможности супера. Я уверен, что он не подставится под соло Бристлбека и не погибнет от него. Это был бы провал, если честно. Ну, бывает, всякое бывает. Все-таки все мы люди, и турнир важный. Может быть, где-то волнение, может быть, как-то его чикин обманят. Сейчас посмотрим. Пока что у нас начинается атака на какао. Какао проблемы? Айсайсайз, последняя тычка от Эввайя. И Вичи Геминг забирают в том, что он в блат на нижней линии. Не усмог он дать нам тайнинге вот Дикей, последний по двум героям. Попал только по одному. И это стало проблемой, скажем так. КП не хватило, противника его поражал. Ну, это отличный, на самом деле, старт для Айсайсайса. Мы подчеркивали наши аналитики. Мы тоже можем это подчеркнуть, что действительно важно будет, Тимберсоу, купить себе как можно быстрее всякие Бладстоуны, Госкептеры, чтобы иметь возможность безнаказанно летать по драке. Все-таки, как такового контроля у Эхома в пике нет, и поэтому Тимберчейны будут кюзаться практически всегда. Я бы так сказал так. Нападение у нас. Вугна ставит Вард. Сама же его динает, чтобы не достался врагу. Бернинг бежит за ней, но земля заканчивается. И отступает. Да, в итоге по верхней линии у нас все-таки чуть лучше для Юхом, потому что они могут отводить. Плюс Таск очень хорош. В руках Элевена? Ну, как соло, да, и в руках Элевена тоже. И снизу у нас... Ну, снизу пока что непонятно. Вроде бы зомби разок забрали, но все равно ситуация такая. О, Тасик, вот он, говорит. На линию собрались. Пас просто не пустил. Не дружелюбным так встретил Элевен. Вообще, да, действительно, вот такую линию только так и не дружелюбным встречать нужно. Потому что один своих крипов жирает, другой чужих крипов жирает. Линия не бушится никак. Тяжеловато очень, конечно. Не досчитывается Экспериненс Элевен. Приходится где-то даже подставляться под тавер. Так вот, по поводу Айс Айс Айса. Все было ничего до последнего пика. Действительно, ему одна физика, вроде как магии почти нет. Но вот эта пугна с Вардом, она так сильно мешает Тимберсо, что сейчас у него есть легкие проблемы. И ему скорее даже... Ну, ему и БКБ надо, и какой-то вот сейф от физики. И поэтому придется, наверное, идти в какой-то суровый билд через Шиву ВКБ. Потому что с Гускипетром его здесь эта пугна может разорвать через свой Вард даже. Ну, там какая-то ВКБ была бы весьма уместна. Если кто-то из тиммейтов не сможет добраться до Палки. Причем Палки здесь будет целых две. Это Незер Вард, да, и Хилинг Вард. В общем, обе Палки нужно как-то сбивать. Кто возьмет на себя обязанности по убийству этих самых Вардов, пока непонятно. Но вот пока напрашивается только товарищ Тимберсо. Хотя, опять же, есть какой-нибудь условный инбокер с каким-то условно позже спиритами. Так, нападение. И Фай забирают. Вот от нижней линии начинает все лучше себя показывать. По-моему, Айсайсай сейчас загулял. Делает много урона по врагам, но... А инбокер соло оформил Бристалбека. Красавчик, супер. Хороший скилл, за счет чего он это сделал. Класс, хреб вижу, Аллахритинг, да. Класс, Свекцовский супер, который дал проказ. Присталбека где-то по хп неправильно размялся. Там с низкой временем атака пошла и забирают! Диггернаут, Фай, Каскин, или Дигг, и проказ Тимберсоу. Ну, Айсайсайсайс, Айсайсайсайсайс... Стартует только, а замечательно. 1-0-1. Видим. Верлинг Дэст на скачал на двоечку. И Тимберчейн здесь. Все есть. Единственное, что с МП проблема. Ну и нежели они так слегка... Болд Элевен сверху прячется в сноубол, но... Приходит он М. Да, забирают его. Вот это то, чего не нужно со всем их хоумом проседать на стадии лайнинга, потому что им бы как раз хотя бы вровень отстоять и чуть-чуть получить преимущество для того, чтобы дальше уже давить. На пушу нужны ранние артефакты, высокие левела, если вы драки проигрываете, если вы подставляете под такие соло киллы, то левела выше стоят у противника. Это не есть хорошо. В общем, я рассчитывал, что на миде скорее перебекуют Супер, но, видимо, Олд Чикен здесь. У него ситуация слишком хорошая. Если он сам не будет далеко заходить, его не должен убивать инвокер. Как мы видим, он даже себе топорик вот взял, потому что крипов нужно подбивать. Да, о том речь. Просто нужно стоять, поворачиваться спинкой и давать кулспрей в свой хайграунд. Далеко залазишь и имеешь возможность подставиться. Сейчас у Супер мало того, что хороший левел появился, так еще и Вичдоктор подходит. Благо стоит Обсервер Вард, который видит передвижение Файя. И здесь, по идее, Олд Чикен не должен быть подставиться. А под своим тавером. ССС-Айс у нас заходит куда-то очень далеко, Верлинг ДС, но деревьев рядом нету. Огромная разница, на самом деле, Верлинг ДС, которая скастована рядом с деревьями и без. Ну да, это само собой. Так, Ондайнг у нас теперь уходит на СС-Айса. Ну, пока СС-1, Ондайнг, в принципе, с ним неплохо должен расправляться. Если есть Full-MP, ты закидываешь диками. Подходит Вичдоктор, и я чувствую стычку. Так, тут, да, на самом деле, небольшой такой свап-линиями от Ихом. То есть Тускарб перетянулся на низ. Решили, что так линии можно и проиграть, если СС-Айс будет постоянно гибнуть и постоянно страдать. Ну, на топе, скажем так, линия, опять же, непростая. Тот же самый Ильич, тот же самый Тум, который, во-первых, крипам не дает подойти, во-вторых, атак теперь не снизу на КК пошла. Малетик получает, каски. Айс-айс-айс прокастовался, но этого не будет достаточно, чтобы убить Ондайнга. Да, он еще вот так вот сделает, разочек. Соло-рип, жив. Айс-айс уже получает Чакран. Начинает Ильм раскастовываться. С МП небольшие трудности, но все окей. Так, Ланэм перетягивается на нижнюю люнюю, они здесь втроем вообще будут стоять. И если они будут просто стоять, это будет вообще невыгодно. Если они пытаются напасть, ну, важно, чтобы сделали килл тогда. Да, здесь посмотрим, что будет делать Ланэм. Ланэм у него даже нет декрепифая, но, тем не менее, собирается куда-то выходить. Нападение на Олд Чикена. Да. Проваливается и Хоум. Полностью проваливается, нижняя линия отдана. Отдана она в руки Айс-айс-айсу. 2-0-1 у него уже при неплохом крипстате. Еще и такое КДА. Есть смысл посмотреть его Нетворс. Топ-2 на карте. И вообще три героя. У КОР героя, у Вич и Гемминг находятся в топе в Нетворс. С Ленингом все в порядке. Хорошо себя чувствует Инвокер. Он взял себе стики. И Бристалбеку здесь тяжеловато как-то меняться. Потому что каждый раз, когда он что-то кастует, заряжает стик. Кастовать Бристалбеку, как правило, надо много. Ну и решают отойти немножко. Так, ну какой вариант должен быть для Ихоум? Ихоум мы должны, наверное, все-таки оставить. И лишь только одного героя на оффлейне. Потому что здесь сражаться уже смысла никакого нет. Пусть там условно терпит 11. Остальные герои должны будут занять свой лес. Легкую линию мидлейн. Чтобы там просто подфармили КОР герои. Суспорты получили в спинерс. С тобой не согласны. Они считают, что Джаггеру лучше куда-то отойти. А сами фармят снизу. Причем дают Ланэму немножечко получить. Вот это такая легкая особенность пика Ихоум. Что обязательно саппорт в угне нужно в какой-то момент чуть-чуть подфармить. Ну, хоть что-то вынести. И левел, и какой-то шмот легкий. Ну, очень рискованно действует Ихоум. Втроем они снизу. Против обер-раскачанного Тимберсоу, которого левел седьмой. Тут посмотрите, ЛД Левен шестой. Ну, окей, он оффлейнер, да? Ланэм четвертый, КК четвертый. Если они нарвутся на Тимберсоу, не заберут его с прокаста, он просто их растерзает. Уже есть Солринг. Ну, и опасно. Вот так вот стоять втроем, делить экспириенсы, деньги тоже на трех героев. Нужно делать фраг. Обязательно нужно делать килл. Уже четыре героя здесь. Фантастика. Четыре персонажей ком. Это не таким образом, я так понимаю, пушить собрались. Интересный выход. В то время, как Инбокер просто спокойно получает экспириенс на медлине, и на топе спокойно фармит так же дум. Да, Джаггера вообще угнали куда-то на свою базу. Но Ихоумы вот прям так, прям настолько нагло, настолько жестко идти пушить четвером на девятой минуте при проигранном ленинге. Вообще, Вич, отсюда нафиг надо уйти и... А нет, зачем? Они нормально отбрасываются? Нет пуша, как такового. Табор особо-то не проносится, там пол-тп потерял, не страшно вообще? Тут четыре героя теряют экспириенс. Они правильно ушли, вот так вот, не совсем, а просто, чтобы их подвышки там не зажали. Но, в принципе, да, уходит у нас Бристлбэк, уходит он наверх к Думу, у Дума уже есть ультимейт. И есть земля, здесь Бернинг, ну, здесь Бернинг убежит без особых проблем. Армора, конечно, мало, но хватает девять армора. Слушай, чайник уже появился, и так вот, если немножко затыкают Л'Чикен, можно получить и Дум, и чайник, и там еще и Бласт. Можно так-то отбросить ханьки. Ну и, слушай, вот снизу опять же постояли Ихом, минуты две потратили, просто начали перетягивать такие другие линии. В это время Тимберсол, вечно, продолжает стоять на своем лейне, отбрасываются тоже способностями, фармить чакрамом у нас Тимберсол. Так, ну Ихомы, вы давайте что-то поинтереснее нам изобретайте, изображайте. Значит, пока все выглядит очень неубедительно. Графики смотрим, смотри, графики просто под пользу Вич и Гейминг, это видно. Я тут что смотрел. Три с половиной тысячи уже ведут по Эксперименсу, три тысячи, барабаны появляются у Бернинга. Что там у Инвокера? Инвокер левел девятый, на карте самый топовый. Ну вот, наконец, хоть что-то. Выход в смоках, сейчас нужно кого-то зажать. В очередной раз, вот из-за того, что в прошлый раз так большими силами на этой линии. Так, видит Вич-Доктора, забрать. Забрать Вич-Доктора, Блэйд Фьюри, хорошо, Эпай погибает. Хороший фрак. Тем временем, нападение на Айсайса, ставится вард, и как же больно, Айсайса пытается уйти с ТП, уходит. И теперь забирать вышку. Надо обязательно забирать Тавар, там Инвокер тем временем воспользовался созданным спейсом, убивает Тавар по мид-линии, Дум продолжает фармить. Ну, не особо хорошая компенсация за Тавар получила свой хом, заправили суппорт одного. Но надо срочно Тавар сносить, вот прямо сейчас, 11-ая минута. Ну, вот они пытаются. Ну, тяжело на 10-ой минуте ломать Тавара вот такими героями, когда у тебя не Кор Пугна, а Саппорт Пугна. Если бы эта Пугна была фармящей, она бы была с раконцами какого-то там 9-го левела, с третьим вардом, это было бы, да, это было бы интересно. Но такой Пугной ломать Тавар можно очень долго. Ну и вот сейчас его сломают, наконец-таки. Есть Тавар? Не везет, так не везет. Катапуль-то его разрушила, здесь бы, конечно, какой-то Пугне забрать и быстрее выйти уже в Арканы. Тем временем сверху вам ломают еще один Тавар. Но пока что Вич и гейминг впереди, причем далеко. Если в какой-то момент они не устроят сказочный конвейер, тем временем нападение на Сайса и Сетивай! Внезапенно страшен этот Сетивай, врывает под Тимберсову и просто в Сомнислэш разбирает его. Вот это хороший фраг, это шансик. Очень нужный. Тем временем на миде, Дум, на Таска. Таска бьют, Таска его подденает. Нужно заплевывать Дума как можно сильнее. Дум, тычка. Нет, у Дума слишком много урона. Там крит сработал практически по три сотни. Там нет возможности просто даже выжить как-то или куда-то задумать, свою тычку вставить. Слишком больно. Смотрю на этого инвокера и вижу два Бливианстафа, вижу фейзы, вижу топовый Нетфорс. И страшно. Страшно, потому что Орхид сейчас появится. Так, Бернинг сыграл на Думе всего две игры, за время обе проиграл. Увы. Шанс для Бернинга исправить эту несправедливость великую. Ну, вот по такому старту, конечно, у Вичгейминг хороший. Хороший потенциал, хорошие шансы на победу. И опять же, он так вот очень хорошо распределяет свои герои в Вичгейминг по карте. Обратите внимание, топ фармит Вичдоктор, в лесах фармит Дум, мид стоит Лич, получает экспирент снизу, фармит Тимберсоу, инвокер Нейтрал. То есть все фармят, просто все. В то время как у нас пока идут только Эхон передвижения. Ну, вообще нет, Эхон тоже нормально, они справились. Там Бристлбэк что-то фармит Эншентов. Джиггернаут, как мы видим снизу, тут Айс 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 в порыве ненависти пытается его уничтожить. Атомстить за смерть. Не очень получается. Сетивай зафармил свой, точнее, вражеский лес, подфармил чуть-чуть линию. Зомби фармит в миде. Они пытаются сделать так, чтобы все герои были плюс-минус подфармлены. Потому что, ну, в их пике по-другому никак. Нападение на старого 11. Не было снова бола, поэтому никак не соведет. И Бёрнинг делает уже Келлинг Спирит. 3-0-0, стар. И опять огромное количество денег. Только кто-то недавно покупал себе барабаны. Но вот этот вот Деваур плюс периодические фраги и того уже зависит, чем он нет сверху. Может появиться и Блинг ранее, и Владмирс какой-то. Ну, Владмирс, ладно, покупается. Ну, тох. Очень даже неплохо. Так, инвокер пошел. Инвокер под Энвизом с Орхидом. У Сетивая могут возникнуть трудности. Так, Сетивая, по-моему, что-то понимает. Ходит под свой тавер. Линия пушится. На руку, что-то говорят, чекер наут. Но если сейчас выйдет слишком далеко, он, скорее всего, подкарится. Да, но Сетивая играет очень аккуратно пока что. Но посмотрим. Бристлбэк дофармливает Пауэр Трэдс. Мекку должен дофармить Таск. Вот из-за чего он погибает как раз-таки. Пытается где-то найти фарм. А тем временем перетягивается у нас Супер на топ. И опять кастует Энвиз. Пошел, пошел, пошел. Ищет. У Бернига есть Дум. Может, я тем Бристлбэк на Бристлбэка закидывает Дум. Каски отлетают тоже в него. Маледик пешивается. Маледик плюс Дум. Как же это больно будет Пол Чикину. Дэммодж будет прилетать еще. Колд снэпы. Есть Орхид. Но снова Бол ставится Томба. Отличный, отличный. Торнадо выдает инвокер. Пол Чики до сих пор жив. Солри пережил таки Дум. Атака пошла на Супер. У Супер Энвиз пока ваткат. Еще 7 секунд нужно пережить. Чайник залетает. Там Хилингвард стоит. Съедает Андаинга. Чайник летает дальше. Крипы, катапольта, катапольта, крипы. Опять же Хилингвард. Как же много он делает. Почему он выхиливает? Да, Олд Чикин сейчас сцинковал вообще все. И размен в итоге супер выгодный. Нападение на сетевая. Успевает включить Блокфьюри на развороте. Здесь же Таск. Но на Вичдоктора закатываться никто не хочет. И отступают. Один в один размен. Причем он на руку и Хом. Они многоуровнево, скажем так, инвокера одолели. Да, более того, Пугны не было вообще в драке. Формил все это время Лан Эм. И он нормально поднял себе на Творс. У него хотя бы теперь 1700. Потому что он до тех пор последний снизу. Но сейчас хоть что-то. И, конечно, Бристлбэк сцинковал знат. Но вот опять этот тусик от Элевана. Мека скоро появится. Но вообще, я так понимаю, с появлением Меки тут уже начнут потихоньку давить врага. Ну, начнет проявляться своя стратегия у их Хом. Да, то есть они будут собираться, стараться пушить. Пошли, нету дума. Мы хотим мить для начала. Тир один ТВРА с этим. И Вичи Гейминг готовы давать бой. Супер рядышком. Торнат ЕМП готов. Он сейчас будет поднимать. Торнат ЕМП дал. Стоит Килингвард, его нужно разрушить. ЕМП как больно. Лан Эм, это залетело. Алл Чикин тоже остался без МП. КК здесь будет сейвить. Элеван тоже, случиво, готов. Берника подзажали. Заливал раз панч. Но тут попробуйте дума еще тоже, убейте. Так, и Алл Чикин был реген. Все, весь урон, который он получил, отрегенивает сейчас. Выходит опять в атаку. Нету в драке только Айсайсайса, что весьма странно. И забирают тавер. Должны забирать тавер, да. Не смог никто за вас хитить. В итоге вышку сняли. Причем, именно выйдя в пуш пятером, и стянув практически всю команду соперника. Единственное, что ты фармил, это пока Тимберсоу только. Одиннадцатый левел на сетевая. Ну что, чуть-чуть-чуть начал получать. На шестнадцатой минуте. Есть Мекку уже. Так, на серии не будет, возможно, план перехвата на Алл Чикин. Дотянется ли Торнадо инвокер? Большой вопрос. Торнадо выдает. Не точно немножко. Алл Чикин благополучно уходит. Вангвард есть. Баунти Ботли есть. Много денег есть. Покупает все такло. Так, ну что, и Хом только еще немного подкачать пугну. И все будет вообще отлично. Потому что она поставит свой вард четвертого уровня. Но пока что у него шестой левел. Ей нужно седьмой взять Незербласт четвертый и еще три. То есть десятый ей нужен для того, чтобы... Всего еще четыре уровня, да, где-то взять. Четыре уровня, это очень много для саппорта. Да, это в принципе много, когда тебе не с первого по четвертого надо брать, а там с шестого по десятый. На самом деле для организации того самого пуша и давления пока хватает и четвертого бласта. С Незербард, конечно, прикольно иметь четвертый уровень прокачки, но и просто его наличие уже говорит о том, что их оба, в принципе, будут готовы встречать Тимбер того же самого. А это круто. Сутивай фармит. Не дают ничего пушить. Затяжное такое у нас стояние на мид-линии с одной и с другой стороны. Единственное, кто пока не обращает это внимание, Тимберсов делает все абсолютно правильно. У него появляется уже готовый Бладстоун. Он знает, что впереди еще там три-четыре таких минимально необходимых... Ой, сейчас может быть очень опасно. Поставлен сентри. Начали бить Рошана. Будет ли заходить... О, сейчас куски проходят Торнадо-ЕМП. Торнадо пошло, ставится там баф. Всех спрячет Элевен. Никто не получает ЕМП. Рошан все бьют Бернинга. Стоит Тамба. Ой, потрясающая свеча. Прячется от него как можно дальше. Кака все еще жив. Десвард стоит наверху. Закидывается Чакрам. Но как же больно. Тамба ломает лица. В итоге у сетевая большие проблемы. Нет ничего. Есть один стиков. Ставит Вард. Забирает его. Айсайсайс. Падает. Олд Чикен. Это минус четыре. Один четыре драка прошла. Ну что ж, красавцы. Десвард тестовал огромное количество урона. Сбить его было просто-просто нечем. Потому что Пускар, ну как уже было видно, сноуболом заявидел ЕМП. А больше нет дизейблов. Это проблема. Десвард стоит всегда и полностью. И даже хилинг Вард стоящий. И Незер Вард никак не спасали. Ну у Рошану-то бить Вичи Гейминг тоже особо нечем. Пытается Инвокер. Инвокер что-то сделать. Могут сейчас попытаться на развороте. В смоках заходят. Тамба. 6 секунд. Закидываются шарды. Ставится Вард. Очень больно. Айсайсу. Айсблаз забирает Рошану. Супер падает. Никто не может выйти из Роспита. Нужно спасаться хотя бы Айсу. Айсу ходит. Цепляют Вич Доктора. Минус Вич Доктор. Минус Айс тоже. А точнее, забрали Инвокера получается. И Айсайсайс. Айсайсайс бежать. Бежать. За ним бежит зомби. Гонится. Спасайся. Выживет. Выживет. 12 раз на Блдстоуне. А Егис все в порядке у Айсайса. Ну что, молодцы. Хом хотя бы так ответили. Потому что первоначальную драку они проиграли. Тут же отыграли с 3000 монет. Но по-прежнему пока немножечко отстают. И попытаются подпушить. Конечно же будут стараться давить. На это рассчитан и пик их стратегия. Забирают Сердва. Так. Отбрасывается Чакрама. Ой, на Тиберчене не потянулся. Балрас Пань. Получает ошибка критическая от Айсайса. Может получиться. Айсайсайс. Айсайсайс. Айсайс. 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 Стоит Незервард. Берник вот пошел. Берник далеко пошел. Дум кидает на Алчикина. Залетает Тимберсоу. Чакрама мне попадает. Пытается просто отойти Ихом. Тиберсоути за конца. Торнадо зацепил одного Тускара. Команда поддерживает друг друга Ихом. Старается никого не отдать. Сейчас на развороте пойдут. Пошел ульт Андаинга. Зомби. Зомби все еще грызут. Отличный ультимейт от Джиггернаута. Не убивает никого. Но все стоят в куче. Забирают Вич Доктора. Берник пошел. Чайник. Дикейн. Нонстоп. Куча демеджа залетает. Ну, Коман Берника просто съел Лан Эм с помощью своего ультимейка. Ай-сай-сайз. Ай-сайз. Поддекрепифаем. Ай-сайз связает всякие Сибирчейны. И он будет скорее сегодня умирать. Да, скидает его у Чикена. Тоже минус 4. И падает также инбокер. Минус 5 в исполнении. Ихом. Трипл килл Бай Лан Эм. Как же классно они здесь подрались. Фантастика. Ты посмотри на это Ван Дайн. Какое количество стаков Дикее у него. Жесть. Саппорт Пугна. 3400 урона. Всем привет. С вами Лан Эм. И это китайская Дота. Кстати, здесь, по-моему, от Незерварда считается урон. Да. Тут очень жестко он раздал, конечно. И причем, мне удивляет, что Вич и Гейминг не поняли вообще, что их заманивает Ихом. После того, как Бристлбек уклонился от Чакрама, в ульте думают, так, сейчас отступят ли они. Да, стоят каски. Но он ступит. После того, как он уклонился от первого Чакрама, было понятно, что он выживает. За вами бежит куча зомби, за вами бежит вообще все. И как только дум закончится, понятное дело, ребята развернутся. Очень Ихом здесь морально так уже переигрывают Вич и Гейминг. И сейчас могут выйти на думу. Неужели 0.3 на думе у Бернинга будет? Бернинг. Бернинг может подставиться. Под смаками залетает Сноубол. Включает он, конечно, землю. Пытается жить. Но это опять же съедает пугна, поддекрепифаем с Ол Рипа. Очень больно, думаю, успел откинуть Пол Чикина. Прилетают сюда ребята из Вич и Гейминг. По-моему, это просто поплавка. Это пошло, потому что они играют бездумно сейчас в этой драке. Айшард не пускает противника. Ол Чикин опять же жив. Думаю, вообще никак не пробивает. Куча подхила. Ласты есть ЕМП более защитного варианта. Не попадает по противнику. Чакрам отбрасывает САСС. Держит дистанцию, не подставляется. Но Тавр спасти, скорее всего, ребятам из Вич и Гейминг не получится. Да, у Ол Чикину, несмотря на то, что у него всего-напсего Сэнш, ВГ и ПТ, пока что... Ну, как бы для 22 минуты очень много, но в принципе не очень много. Он уже практически непробиваемый. Гэвзы, Хиланда, Энга, Десвард. Еще не забываем, что и пугна может накачать в него немножко ХП, если потребуется. А, у пугны интересная ситуация. У нее 3000 денег. Просто гоним? Я не знаю, что это будет, но у Ланема 4.1.5. Вообще, это саппорт пугна, это что-то. Да, вот как только начали получаться замесы, хоп, конечно, и пугна. И там все остальные персонажи довольно серьезно набирают. Да, слушай, ты, кажется... Да, это фастагоним. Но в этом есть смысл, потому что вот по драке было видно, залетает условно тимбер какой-то. Декрепифай, лавдрейн, и тимбер такой, хоп, и ХП тратится. Он в драку только-только залетел, уже нужно вылетать из нее, потому что иначе тебя высосит полностью пугна. И так было со всеми героями Личи Гейминга. Если там они каким-то образом еще от физики сопротивляются, то от такого урона сопротивляться очень сложно. Ну, Смайл как в воду глядел, говоря, что нас с Энжин Яша этого парня будет не убить, он будет просто заходить на ХГ и ломать линию. Вот так вот, кстати. Интересно. Но я сомневаюсь, что впервые вообще в карьере, но, наверное... Вообще-то тяжело поверить, что он впервые играет на пугне. Вообще такой герой, который, в принципе, несложный. И он, да, если так посмотреть, просто ставь свою обилку и юзай свои способности. Я бы сказал, он очень сложный не в плане какого-то микро, а в плане выбора позиции. Но вообще у него огромное количество возможностей. И, казалось бы, иногда пугна на 10 хп, которая вот уже умирает, может выжить и перевернуть весь замес. Так что здесь нужен скорее... Скорее не руки, а именно опыт и быстрое мышление. Опыт игры на суппорта, таких, которые держат позиционку качественную. Ну, Ланэма таких персонажей много. Ну что ж, забрали на топе тавер. Перетягиваются и хомы пока немножечко подзащитить свои линии, которые были подпушены противником. Супер. Пока бегает рядышком. Ну что ж, давайте посмотрим на графики. Увидим, что здесь преимущество и хомы составляет уже порядка 4 тысяч. Проигрывали 4 тоже. То есть камбэк в 8 уже был осуществлен. Эксперинс преимущественно такая высокая. Ну и ждем очередного захода от их хом куда-либо с попыткой подраться. Кстати, Глиммер купил себе тут, да? После поинт-бустера. Да, это хорошее. Ну, в принципе, фастагоним. Здесь поинт-бустер скорее для статов. И Глиммер, ну, чтобы резистить всякую магию. Магии здесь действительно много. Хороший артефакт. Айсайсайс купил себе блинк. Ну вот его, во-первых, остановили его сноубол. У него там было 15 зарядов в Бладстоуне. Как мы видим, остается всего 8. И с этим блинком прочнее-то он не станет. Если быстро убить кого-то не получится у их хом, то шансов выиграть драку очень мало у Вичгейммера. Попытка в виде такого берста, но не настолько жесткий урон у Тимберсова, чтобы вот кого-то смог действительно забрать. Потому что подхилла здесь масса. А защиты по-прежнему от того же самого Незербарда маловато будет. В кого давать дома? В Бресла вроде бы надо. Он неприятные шипы кастует. И в принципе как-то его убивать нужно. В Зомби тоже. В Пугну тоже. В Таска. Ну, мне кажется, все-таки Таск топ-1 цель. Потому что у него слишком много спилов. Тогда вообще нечем будет контрить без Талбека. Ну просто вообще. Если не Том, то ничего больше. Ну я думаю, что Дум без Аганима, он так себе этому парню. Он просто продолжает бегать и впитывать весь урон. Ну а если не кидать Дум, то вообще ничего не сделаешь. То есть вот в этом проблема. Ну что-то. Вот этот парень Пила. Может пока что... Нет такого берста. Нет такого берста. Хилингвард позади стоит и все. Алчикин просто отхиливает. Сол Рип позади. Играют на Бристлбеку. То есть один вперед идет, остальные четверо баха нет. Ну его просто нечем убивать. Его и с Думом нечем убивать, и без Дума. И единственный шанс это каким-то образом убить всех его там тиммейтов, не дать ему хилить, не дать им хилить его и потом уже с ним разобраться. Ну скажем прямо, даже потому как я сказал, задача какая-то архи сложная. Убить всех, при этом игнорируя абсолютно одного героя, который бьет всех вас своими шипами. Да, за это же время. Ну вот не решили зайти на хайграунд и хоум, разбежались пока в разные стороны. Опять же ушел на топ товарищ Ити Вайт, дофармить себе что-то. Айтем билд у него с предыдущей карты особо не меняется. Такой же БФ, такая же Яша. Там впоследствии Манто стайл какая-то может появиться, что-то еще. То есть он свой знает айтем билд. Ну и Алл Чикин также выходит киперстон. Тот самый. Тот самый. Который лежит по центру. Так, а вот здесь остался один ЛДЛМ, он ошибаться так нельзя. И хоумы по одному бегать вам вообще не варик. И можно за один Орхид просто убивать. Колд снэпы, Орхид пешается. Олд Элевен, по-моему, рановато Гарн Грифс прожал. Ну да, его здесь Супер обманул. То есть, скажем так, не то что он рановато, Супер бы не дал ему Сайленс, пока не увидел этих Грифсов. Как только он увидел, сразу же дал. Немножко погорячился. Ну и вообще, в принципе, немножко погорячился с местом положения своим. Где-то очень далеко. Так, пытаются забрать вышку. Задинает не получается. Сайленс. Вот Чикин вообще не прощает меня на Сайленс. Просто разворачивается на противника, получает колд снэп. В принципе, тоже не особо страшно. Разводится на спылы, драться без таска с Гвардиан Грифсами никто здесь не будет. Но мало ли, может ошибется соперник. Вдаст в тебя все, и ты опять на развороте потом. Вспоминаем, опять же, предыдущую карту. Так можем называть. Ну, на последних матчах это действительно очень-очень наглядно видно. Никто из 17 Вичдокторов в 685 доте на лан-турнирах не смог купить Аганим. С теми айтемами, которые есть у Вичдоктора, тяжеловато собрать Аганим. Он еще и выходит в Форстаф, судя по всему. Ну да, да, там уж. Если вгрызается какой-то туз-кар с новоболом или Айшайтами, самая главная проблема это Айшат, которые перекрывают путь в Форстаф. Это единственное, что можно спасти практически такой ситуации. Что мы говорим о Аганиме на Вичдокторе? Не сегодня. Ну, там, скорее всего, не сегодня. Пока так и идет. Заходит их вовремя тверень на Рошан. Нам дождались они его появления. Нет здесь сыра. Есть только Егис, который благополучно забирает Пол Чикин. Ну, а Вичи Гейминг в это время ставит ворды какие-то защитные. Пытаются где-то подфармить что-то. И вот и понимает, Айшат, что без БКБ здесь никак. Огар Клаб, рецепт. Не знаю, БКБ у него имеется. Давайте посмотрим, что у остальных героев. Есть ли какие-то намеки на БКБ. Лейтен покупает Себернинг. БКБ у него также присутствует. БКБ 10-секундное. Это плюсик. Мекки нет до сих пор в составе на Вичи Гейминг. Ну, и на этом, в общем-то, все. Один из ключевых артов Айс-Айс-Айса. БКБ. Вот два 10-секундных БКБ. Это то, что сейчас в теории как-то может спасти Вичи Гейминг, хотя бы нормально подраться. Да, да. Вначале вы переживаете там все. И потом, ну, конечно, Айгис здесь дает очень много и хоум. И сейчас за счет этого Айгиса Бристалбек будет пытаться ломать базу. Немножко минус ему то, что он все-таки мили-герой. Но попробует. Значит, будет часто развести противника. И Айгис разменять какие-то ключевые тематы. Надо обязательно взять 16-й. Потому что у него кратный левел сейчас. И с кратным левелом левел дес ему снимает многовато. На 16-м не будет. Ну да, если в лицо залетит, конечно, будет неприятно. Да он там спину только что дал. Я думаю, ничего себе, откуда столько. А там, оказывается, 15-й. Ну и вообще 16-й левел, ну вот только что было видно. Ставится Назервард, в теории пошли власты от Ланема. Тир-3 сразу же был потерян. И такими аккуратными приближениями Ланем будет сейчас укорачивать жизнь этим бараком. Постоянно раскидывая власты. Ну и вот Назервард никак не убить просто. Торнат геймп очередной. А Тиберсоу залетел. Проказ Волчикина пытаются его снять. Но Гарден Грифс и Хилингвард опять позади стоит. Ну что ж ты будешь делать? Вот Тиранозавр, которого не забрать так просто. Не хватает, не хватает Берруста. Нет возможности вот так просто взять, наброситься и снести Айениса. Просто нет возможности. И опять Алчикин уже полный. Ланем подходит, власты из-за спины Алчикина. Алчикин пробивает барак. Барак рейнджевой пробивают. Айс Шартс. Айс Шартс здесь. Можно сгодиться сейчас Назервард и быть проставлен. Назервард тавит очередной. Ох, ох, как хорошо-то шмаляет эта штука. И не дают еще и Назервард снести. Дикрепай на него вешается. Дум дал ультимейт на Тускара. Тускара пытается снести, Тускар минус. Неплохо. Берник, правда, в это время тоже падает. Сетивай изгрызается в замес. Поставил вардец, его тут же снесли. Финрир падает. Байбэк от Дума, байбэк от Тускара. Так, Айс Шартс закидывает Чакрам. Залетает дальше Айс Шартс пытался прокастоваться Ланема. Берник уже здесь, он без ультимативной способности. Ну, чем отбиваться сейчас? Айегис все еще есть. Таск выкупился. Идеальная цель. Берник красавчик. Если бы он не дал этот Дум в Таска, то драка была бы проиграна в Миссину. Но, а чем убивать его теперь? У него все еще есть грифзы, с которых он снимет Сайлент. Еще Бристалбек две жизни имеет. Две жизни все еще. И он продолжает пилить. Ставится вард. Два варда ставится. И Незер вард, и Хилинг вард. В этот раз Жакиванту желательно его сразу не терять. Пошел Айс 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 Айс. Гардиан Грифс. Очередные очень боли. Сноубол. Надоел. Айс 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 Айс. Нарваются просто у него четвером. Вауэрэс Панч. Есть. Пласт хороший. Спасается ли Айс 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 Айс? Да, спасается. Выигрывает немножко время. Но падают бараки. Там, конечно, Ланем свое дело знает. Заходит Бернинг. Вече Доктор прожимает. Внутри стараюсь, что постоянно у него залетают эти удары из Незерварда. Ставится тамба. И нужно доламывать барак. Олт Чикен продолжает танковать. А Игис будет еще очень долго. Тамбу сломать очень тяжело. Ее захиливает зомби. Олд Элевен по-прежнему продолжает создавать спейс. Отличный Незерстрайк. Просто безысходность для Вичи Гемик. Они не знают, как убивать этих героев. Ну нет, возможно. Ну просто нет. А бараки падают. Так противно играть против этой стратегии. Так, и Олт Чикен сейчас отдаст Игис. Нет. Не завидую Вичи Гемик. Просто опять Гардиан Грифт. Ты посмотри, что они творят. Еще и летает здесь Сигиль, который тоже надо сбивать. Все, надо сбивать. Не получается сбивать ничего. Чудом убивают Бристалбека. Прожали два БКБ. Супер, еле живой. Резается Бристалл. И пошел месить. Незербард не добили. Опять не добили. С лоу ХП, но он жив. Дум опять накидывает Олт Чикена. Ему не страшно. Глимер кейп. Он просто спинка поворачивается. И уходит в сторону своих тиммейтов. Там будет пасхилл. Там будет сейв. Залетает опять Айсэсайз. Чакра. Прокаж неплохой, но сноу-бол. И на развороте пошел меслэш. Айсэсайз падает прямо под БКБ о том меслэше. Бернига пытается высоцать пугна. Замедляют жутко. Ставится Том Стоун. Залетают каски от Офай. Хоть как-то помочь. Олт Элевен, лоу ХП. И вновь Гардиан Гриф. Да сколько шмот. Толл Чикен пробивает Бернига. Триста как он спрея. Берниг. Берниг. Добейте Бристалбека. Ну кто-то не греби. Фантастика опять его спасает. Ну как это так? Есть Армада, зацепит ли? Нет. Толл Чикен просто уходит. Убили Элевена. И Бристалбек с Стоун должны просто-напросто уйти. Ну как его спасают, этого Бристалбека? Это фантастика просто. Очень тяжело пробить в спину. И вот к вопросу об игре на пугне. Вот этот Декрепифай, который сейчас залетел. Файт Рекап в пользу и хом. Если бы забрали Бристалла, там тысяча две за него бы получили герои. Но теперь он выживает. Он покупает кирасу. Тысяча шестьсот сверху. У пугны готов Аганим. У Андаинга три тысячи триста. Сейчас все это закупится и пойдет в следующую атаку. Мне почему-то кажется, что это произойдет через пять минут, когда появится Рошан, чтобы еще и Саегисом. Наверняка. Может быть и так. Но уже слишком жесткие артефакты. Владмирс, Дифуза. Да, хороши. И Хом очень хороши. И Вичи Гейминг-то исполняют неплохо. Но вот эти вот стратегические штуки в виде варда, ну не сбить этот вард никак оттуда снизу. Вообще, да. Я говорю, безысходность. Просто безысходность. Вичи Гейминг вроде бы вкастовывает все правильно. Они понимают, что вот Бёрст, Орнат, ЕМП, ИСАИ, залетают. Все, дум. И не хватает урона. Это вот так обидно наверняка Вичи Гейминг сейчас, что вроде бы и делают все максимально возможное. А все равно это не идет. На инвокере. И то, ну не факт, что поможет. Потому что БКБшки в такой игре, когда у тебя преимущества, их просто можно переждать. Но я думаю, что если дожмут все-таки ЕХом, то можно будет с уверенностью сказать, что игра была проиграна во время пика пугны. Фактически. Но это даже не потому, что настолько жесткий пик, а потому что FY просто не знал, что с ней делать, и так и не придумал. Они даже линии постояли хорошо. И потом все равно эта пугна их нагнула. Да, пугна своими тиммейтами. Действительно ставит в ту самую позицию-то, а? Колено-локтевую, да? Да. И как-то вот как-то неприятно Вичи Гейминг сейчас вообще. Ну что ж, возможность одна, смог. Пока противник не собрался вместе, можно по одному вылавливать и можно пытаться как-то убивать. Это вариант. Это действительно рабочая схема. И вот пока далековато находится товарищ ТТУВАЙ и товарищ ТУСКАР. Можно попытаться быстренько кого-нибудь убить. Но только не Бристалбека, ребят. И быстро не получится. Залетают. Шанс хороший, он стоит в лицо. Он убивает его, хорошо. Хорошо, ему уже дальше пытаться кого-то поймать. Тиберсоу пошел и правильно делал Айсайд Торнадо. Есть Глимеры, пытаются смотаться их Ом. КАКА. Ростов от Кати. Айсайд залетел, КАКА прожимает форму. Очень хороший рассказ на Айсайд Торнадо. Прожимает БКБ, пошел он не слэш. КАКА жив, КАКА съедает Айсайд Торнадо. Точнее все съел его даже ТУВАЙ БЭК. От Бристалбека он бежит в драку. Стамба все еще стоит где-то. Зомби все еще грызут. Но далековато. И Бристалбек врывается. Просто как слон в посудной лавке. Ломает всем лица. Но Героевич и Гейминг тоже плотные. Айсайд Сайд 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 Суходит. Сбивают ему ТП в последний момент. Олдэ Левен. Это может стоить ему жизни. Летают каски. Погони за ФВАЙом. Забирают леча. Айсайд Сайд Сайд влетел с лица. Отлично. Минус. Сускар убрали так же Андаинга до этого. Двоих забрали те временей ребята из ЭХОМ. Ну и что дальше? Дальше разбегаются. Нужно ломать. Там медлиния падает. Смотри, Креповы уже заходят, СР4, скидают. Неприятно. Нужно ломать сторону или пытаться развести на байбеке на что-то. Потому что Олд Чикен байбекнулся. Это очень много золота. Идет сейчас пугнать ним. Опасно. Я думаю, с Хиллен Вардом, и с Незер Вардом Пугны, и с Аганимом Пугны шансы есть хорошие. Здесь вопрос Дума. Есть ли тайминг? 20 секунд. Должны понимать, что тайминг хороший. Так, опять раскаст. Хороший раскаст. Пошел Бристлбэк. Но сейчас не так много сейва. Нет, Скара. Далеко онтайнг. Может быть, слишком рано пошли и хом. Развернитесь. Слишком опасно. Ну, хорошо. Диффузил сейчас с Бёрнинга. Просто поддиффузил Бёрнинга немножко. Ну, съесть не получилось, по-моему, еще Лайврейна. Хотя под Аганимом уже Пугнат. Второго уровня прокачки ультимейт. Только-только подтягивается через ТП ЛД Левен, пока находится на медлине. Пошел вообще на топ. Нет, надо отойти. Ну все, тут уже Рошан, очевидно. После такой неудачной драки, после такого неудачного выхода. И Вич и Гейминг понимают, что единственный шанс это сейчас до Рошана еще раз так подраться. Не будет байбэка у Брисла. Если его поймать без тиммейтов, как мы видим, забрать его можно. Ну, сильные герои. Пятером накидываются с прокаста. Все-таки получается. Получается-получается. Но Рошан еще пока не появился. Есть возможность Вич и Гейминг отпушить линии. Собраться с мыслями, в конце концов, придумать что-то такое. Тут еще жесткий ловелап может сделать себе бристлбэк. Он может в любой момент взять БКБ, как только хватит там денег. Так, джиггернаут. Смог, Смог. Бернинг будет первым заходить. Кого найдут Торнато в сетевая, прожимают там просто Блейтенс и уходят. Ну, вот такой вот очень неудачный заход получился. Хотя Смог Вич и Гейминг не спалили. Было лишь только Торнато. И ответный Смог. Очень важная драка. Заходит Бернинг в Рошпит. Рошана нет. Супер там бегает. Рошан появится буквально меньше, чем через минуту. Ну, Вичи, Ехом все читают. К тому же Вичи так и так придется возвращаться. Трон-то... Без Торна не выиграть в Доту. Ну, говорят, да. 4-4 сломаются, вообще будет неприятно. Все, полетел Супер. Видят его. Понимают, что без Супера драться не будет никто. Кстати, графики... По графикам не так все плохо. Это 5000 всего. Ну, вроде как держится. Все-таки Doom фармящий есть. И, в принципе, неплохо держится Timber Soul. Такая надежда. Вичи Гейминг. Тот самый кастер-прокастер, который, по сути, ядракета вытаскивает пока для Вичи. Ну, во всяком случае, делает максимальное количество урона. Покупает он, кстати говоря, Аганим. Будет 2 Чакрама летать. Ну, дополнительный Берст, дополнительный урон такой, который может внезапно кого-то снести. F.I. может подставиться, F.I. Слишком опасно. Слишком опасно. Айс Шард. Ой, ее не перекрыли ему путь. Рисковало. Это был сейчас миллиметраж. Чуть-чуть еще. Это могла быть минус игра. Если бы Вич-Доктора забрали. Тут потеря каждого персонажа очень критична. Пугна берет Гем. А байбаку-то нет? Гем, гем, гем. А там были ли какие-то глимеркейпы? Смотрю на... Скорее для контроля карты. Ну, против инвокера может, но здесь точно для контроля карты. Так, гем, в принципе, не очень нужен в драке и хоум. Заходит на рожь. Ну, вот опять нижний лень отпускает Вичи Гейминг и снова у них падает мидлейн. Крипы в огромном количестве давят и давят. И не могут Вичи Гейминг одновременно быть там и там. Им нужно быть пятером в драке. Ну, а Егис уже забирает бресталбэк. Сускар нитит на пленке. Позбивать бы парочку тпшек было бы, наверное, самым крутым решением сейчас. Фай делает наглую тп-аут. Им удается это сделать. Бёрнинг, Финрир и... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, Бёрнинг! Где Форстав? Где Форстав? Где Форстав? Где Форстав? Где Форстав? Где Форстав? Форстав, вот Форстав. Хорошо, инвокер. Сообразил. Среагировал. Это было бы эпичная концовка, если бы Бёрнинг подставился. Его бы там... В Китай можно было бы просто после такого не приезжать. Не возвращаться. Ну, байбэк, на самом деле, конечно, был, но... Но, 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 но было бы очень опасно. И вуза вторая Джекернау. Ну, байбэк здесь понадобится в любом случае, я думаю, Бёрнингу. Только если как-то слишком жестко и холм не ошибутся. Сейчас опять увидим вот эту осаду двухминутную, когда стоит все, и... Сделать что-то тяжело. Опять все сходит. Ну да, с пластами будут опять бараки пробивать. Глип есть, в принципе. Чакрамми отбрасывается. Сейчас так влетает. Пауэрс Панч получает. Стоит шард. Но Тиберчейн, выходи, топор, стап. Ой-ой-ой-ой. Как же это было опасно сейчас. А Тиберчейн катился и уходит. Ну, он тоже толстый. Вот так просто не взять. Понимаю, этот прекрасный хомп. Поэтому просто развели там на какое-то торнадо. На пару спилов. Олд Чикен втанковывает. Очень много урона получает АССС. Но Чикен тоже достался на Сол Ри. Плюс Хилингвард по затяпи. Опять же, решает все проблемы. Ладем пытался немножечко жизни ему добавить. Гарден Грифс. Бёрнинг. Снайдраться. Валерас Панч. Бёрнинг. Незервард. Пытается Лайвдрейн. Но Ладем его съесть. Но ПКБ прожимается. Пытается, если Незервард. АССС сделать суперу. Уже небольшой блюзик. Тускар получает дом. Тускар падает. Он без Вайбека. Минуту его не будет. Врывается Олд Чикен. И пошел у меня слэша Джекернаута. Все еще стоит Тамба. Как же много зомбей здесь на стак. Она забирает АССС без Вайбека. Пошла ульта. Лича отлетает куда-то в зомби. Все в никуда. Зомби пофиг на эту ульту. Есть шанс забрать. Пару тычек в спину. И Форстав снова его спасает. Торнадо пошло. Цепляют Ондайнгой. Файк тоже. Здесь есть каски. Есть Дэс Варс. Который безогонимо пока. Глимер Кейп. Шива пошла. И что будет сделаться? Он разворотит и удраться? А, Аегиса дают. Аегиса дают. Ладно импотал Скоттавс есть. Опять-таки Хилингвард был потрачен. Олдчикен на развороте. Бёрнинг оцепляет. Через глушечки. Ставится хороший. В принципе, айсволл. Такое восполнение инвокера. Не пускают противника. Очень качественно сыграно. Бристаллбек заходит до барака. Доходит до Бёрнинга. Начинает его пробивать. Демаджа не хватает. Учителя, чтобы такой прямой физ. урон нанести. Этому самому думу. Есть Орхид на Бристаллбека. Опять-таки ставится Незервард, который сбивает. Супер. Олдчикен. Съели его уже без Аегиса. Торнадо пошло. Нанбайнганбайнг будет страдать. И Ланэм. Ланэм один против всех. Ставится Дезвард. Ланэмма забирают. Вот это сейчас камбэк. Правда падает. Тир-4 вышки. Остается голый трон. Но бараки задефили. Невероятным образом. Конечно, такая осада была просто жесть. Немножко и Хоум здесь погорячились. Все-таки тусика не было все это время. Он только сейчас резнулся. И без него, конечно, тяжело объективно. Не Гарди Грифс, не Сноубол. Дополнительного сейва просто-напросто не было. А еще очень было заметно, что присталбеку, очевидно, помимо плотности не хватает еще и урона с руки. Потому что да, он вгрызается в бёрнинга, но удары выглядят весьма сомнительно. Но вот, не знаю, какого-то условно Абиссал Блейда может быть не хватает. Я думаю, БКБ для него следующим артефактом. А уже потом думать об остальном. Но просто БКБ здесь даст возможность зайти и 10 секунд быть полностью неуязвимым. Хотя, может быть, и не будет его покупать, учитывая, что да, дэмэдж тоже нужен. Ну и Вич и Гейминг пытаются выйти что-то разминать. Они все еще позади, но отставание, прямо скажем, для 43-й минуты не очень большое. Конечно, приоритетная цель это мид. 20 секунд респауна без ЛБК. Сыр остался у Джаггера. Здесь главное не отдать ничего, кроме этой тиргловышки Яхому. Ну да, ввязываться борьба может быть особого смысла нет. Так, сами противник уйдет. Все равно Вич и Гейминг уходят. Сами они пушить еще не готовы. Но тревожный звоночек для Яхому прозвучал. Все-таки Вич и Гейминг бойцы. А еще страшно будет, то что и Фай совсем-совсем скоро, буквально через 600 монет, выйдет скоро. С палкой улучшенной. Неужели все-таки сегодня мы увидим это? Впервые на лане за этот патч Вич доктор от Файа. Только Файа просто Вич доктор сможет купить и огонь. Для этого осталось просто монеты собрать. Ну что, Шейхом, что вы теперь придумываете? Неужели отсада продолжится? Сейчас. Без Аегиса. С Аегисом не получилось. Чиз отдали кому-то. Кому отдали Чиз? Бристол Бэлко. Да, он решил, что все-таки по пути плотности пойдет. Ну, в таких вот затяжных драках БКБ не очень сильно решают. Ну, там сквозь БКБ все пропивает практически. Да. И плюс ко всему, если брать самих Вич и Гейминг, ну, они бы тоже, может быть, подзатянулись с этими БКБшками, но им просто выбора нет. Против Назарварда необходимо. Инвокер вообще вкупился аганим, чтобы почаще эти способности накидываться различными, уже неважно чем, мы видели вход и Боже Спирит, и видели Алакрити, были и Айсволлы, то есть, ну, все старался накидывать. Я думаю, Супер знает, как оставить все спилы на инвокере. Ну да, то есть, а единственное, что Метеорита не метал. Да, пока не было. Так, ну, видят за счет вардов. Гем все еще есть, его выбили из пугны в прошлой драке. Ну и никуда не торопится у нас Ехум. Фармить все Бристол. Ну, кстати, Тараска хороший вариант, она даст ему как очень много хп, так и урона, про который ты говорил. Все-таки там 40 сил она дает или сколько? Ну так, соу-соу. Соу-соу. Да, 40 сил. 40 сил и 40 урона. Неплохо. Ну, конечно, больше она дает по хп. Да, Эввай все-таки купил. Красавчик Эввай. Есть возможность драку выиграть. Ну, просто взять ее и выиграть, поставив отличнейший один вард. Ну и неужели Ехум? Да, Ехум идут. Ну, мне кажется, они понимают, что тянуть-то тоже слишком долго не очень хочется. А вот знаешь, сейчас даже ситуация у Вичи Гейминг получше. Во-первых, у противника нет Ехни Сатарас. Во-вторых, есть байбайки. Ну, аккуратненько-аккуратненько посмотрим. Может, что-то и получится. В любом случае, пока не идут до конца. Пока что вот дошли до вот этой рампы. С нее не спускаются. Байбеки есть, это плюс. И уже очень сильно одетые герои. Если Тим Берсо купит себе каких-нибудь шиф-актаринов, я не знаю, что с ним делать в этой игре. Ну, просто такую затяжную драку уже никак не выиграть. Либо ты его сносишь моментально, либо не сносишь никогда. А вообще появится один хекс Макамату? КАКА спалил сейчас важнейший смок. Он стоит еще в ордец. И все спасаются. Появится просто условно один хекс у Вичи Гейминга, и Бристалбэк окажется не такой уж и непробивной силой. Можно будет вопрос нам это быстрее решать. Мид по-прежнему пушится. Ну и будут ждать здесь вот на этой горке, когда запушится мид. Джаггер взял травела, может пушить топ какой-то. Есть скаде, кстати говоря. Очень толстый пик у нас получается из той и с другой стороны. Ну да, вот в толстоту уходит и Бристалбэк, и Джаггернаут статовый, ребятки трудноубиваемые. Но вот даже Омнислэш уже не так сильно прям сказывается на Вичи Гейминг. Потому что там и Сшива, там и Тимберсо сложно пробиваем из пассивка, у которого броня увеличивается в замесе. Ну, физ урона хватает, естественно, и резист очень много. А если урона такового нет, то Омнислэш как будто просто делает массаж. Немножко у нас Улчикен подворвался. Погорячился, по-моему, он. Глиммеркейп, Метеорит тот самый, но... Хилингвард. Хилингвард, который у Бёрдник идти пытается и аккуратненько контролит Хилингвардом, ставит стом-стом. А теперь на разворот. А вот теперь уже... Хилингвард в погоне за командой Вичи Гейминг. Следует? Сейчас, но... Сейчас бы войс воли побежать попробовать! Эх. Прошлись. Да, тут, кстати, только первый таймер Рошана. Но второй таймер выпал максимально маленький. Оп, появляется сразу же. А теперь тут Дума нет. Да, Думы нет, это большая проблема. И БКБ на Думе нет. Ну, то есть тут Рошана тяжело будет брать. Шансы есть, конечно, но я бы... Так, вот это Бёрнинг залетел. Ставится ЕМП, сетевая раскат. Всех спрятали в Сноубол, ЕМП не зашло. Вот Эсмарт, вот Эсмарт, начинает нарезать. Очень серьезно нарезать, и Холмы страдают. Талатан, Ускар погибл. Чикен прожимает сын, пока жив. Съели просто Бёрнинга с помощью Лайфдрейна. На развороте также стоит и Незервард. И Омнислэш пошел. Лич. Лич и Тимбер. В итоге Лич получает крит в спину. Байбэк от Дума. Байбэк от Таска. Лайфдрейн. Уходит Тимберсо без маны. Можно идти на Рошу. Я надеюсь, что Вальф наконец-таки введут демэдж от Вич Доктора. И покажет, сколько это носит ТС Вар. Или уже показывается. 3500 урона, да, показывается. Показывается, вроде как. Во всяком случае, мне так писали. Забрали зомби сейчас. Ну и, кстати говоря, еще не совсем понятно. Потому что Дум откатит через 10 секунд. Андайинг тоже делает байбэк. Да, с байбэком Андайинга можно забирать. Ну, урон от Десварда Вич Доктора, конечно, хорош. Но когда герой настолько толстый, нападение на Дума. Дум использует Шиву. Есть Дум. На Улд Элвен. На Улд Элвена. Без байбэка Улд Элвен. Нужно его спасать любой ценой. В итоге нужно накачивать. Улд Элвена как можно сильнее бьернинга. Без байбэка Улд Элвен. Тоже задиффузили. Улд Элвен пытается скидываться касками сделать. Тепау, Тепау, Тепау. Да ладно. Уходит он. Улд Элвен жив. Айс 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 Мертв. Раз топтали. А там уже Трон. Там Трон страдает. Вич Доктор пытается увести на себя Крепочков. И что, неужели пойдут после Трон? Они пошли. Они пойдут в Трон. Знают, что у Думы нет байбэка. И знают, что это шанс. Зачем Рошан, когда у врага нет трона? Нет, Дума способна экланиза трона. Тимберсо появится. Безусловно. Он попытается подэффить. Но 60 секунд это будет просто героический деф в исполнении Вич Доктор. Нет, нет. Пошли на бараке. Тимберсо байбэкается. Очень опасный такой байбэ. Прям заходит замес. Снова Чакрамы. Один, второй. Ставится. Незервард. Сетевая пробивает барак. Милишный. Снова Торнадо. Алл Чикен здесь. Ой-ой-ой, как больно. Это супер. Его просто съедали. Лайфдредон. Каски залетают. Тай-сай-сай. Пытается Алл Чикен изъесть. Случается. У Тускара тоже. И Дэсвард. Очень много дэмэз нанесло. Минус три героя. Лич там Терене погибает. Сетевайп остался в живых. Есть Омнислэш. Не забывайте про Омнислэш. Не забывайте про Омнислэш. Ой-ой-ой-ой. Тимберсоу. После байбэка просто погибает. Сетевая мотостайл. И бейтет Орхит. Ой, какой красавчик. Рэпай уходит на фрустопе. Трон, ребят, трон. Трон. Вот он стоит. Трон добивает. И вот зачем вам этот барак? Нет, не добьет. Вдвоем не добьют. Только бараки. И уходят. Слонэм отступает. Сетевай тоже. Байбэкнулся. Лич. Это минус вторая сторона. Ну, сетевая красавчик. Да, конечно, Space. Сейчас он для пуганной создал много. И в принципе... В принципе, хорошо отыграл в этой драке. Просто диффуза продает с нулем зарядов. Появляется мне теперь бабочка. Ну... А что диффузить там ни одного гаста нету? Я так понял, он об этом и подумал. Ну, у Вич-доктора разве что. Заходит на Рошу. В этот момент бегут Вич и Гейминг, но... А, еще и Double Damage. Здравствуйте. Мистер... Мистер Удачи Сетевай, который забирает ДД. Забирает сейчас Рошана. Непонятно, кто заберет Аегис. У него, в принципе, байбэк есть. Можно оставить ланэм, в общем-то, условно. Заберет. Заберет сам сыр. Сыр остается у нас в погне. Приходит Дом, а уже поздно. Да, Дом видит Джиггернаута с Double Damage'ем и понимает, что ну его нафиг. Это все не отступает. Ну, ты знаешь, вот к плюсу для Вич-гейминг, да, команда, как же она хватает, он зубами вгрызается в эту карту словами. Не отдадим. Просто мы хотим еще в этом турнире играть. Мы хотим идти дальше. В венерах они играли без формы, в лазерах они играют с формой и понимают, что поражение для них не очень хорошее будет. Хотя, в целом, там, пятое-шеестое место, это нормально, но не для них. Они сюда приехали побеждать. Не для Бернинга, это точно. Тем более, это, ну, как бы, топ-1 Китая уходит автоматом уже к Е-Хол. Тимбер, 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 как же далеко он вышел-то, блин, уже потратил. Тимберсоу, Тимберсоу, по-моему, ты играешь сейчас огнем. Тимберсоу, сетевая ускоряется, просто по бабочке есть сноубол. Баларас Пайн же будет дальше, пробивает с руки очень больно. Тимберсоу пытается идти на Тимберчене под замедлением жутким. Айс Шарф, по-моему, это была критическая ошибка от Айс Айс Айса. 71 секунду будет сидеть в таверне. Без возможности в игру вернуться. Да, Айс 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 ошибся очень жестко. Здесь и с ним-то отбиться было бы очень тяжело. 10 тысяч ведут, 5 тысяч по экспе и идут в финальную атаку. Слушай, сетевая купил дифузы новые и в курьере их держат, когда Егис пропадет. Ну, а чё бы и нет. Вообще дифуз здесь заходит не так плохо, когда БКБшки заканчиваются. В итоге заи вейдили ЕМП, Инбокер. Инбокера Айс Шард, прикрыли ему путь для отхода. Бёрник пошел через Шиеву. Левлдесс встречается Тимбайс, твая прогрызает Тир-3. Ставится Незер Вард. И власты, Гаркер Грис. Тамбас стоит, тамбас стоит миллиард зомби вокруг Дума. Бёрник, Бёрника скидает. Ну, деф отца уже очень сложно. Нет Айс Айс, а без него урон практически не наносится. Бараки падают. Чикен бежит под Думом, на фонтан гонит всех. Перекрывают пути и Гудгейм, Велплейт. Гудгейм, Ехом, красавцы. Команда, которая наконец-таки преодолела один из самых жёстких для себя, наверное, таких моральных барьеров. Это Вичи Гейминг. Но, скажем прямо, предстоит им задача сегодня непростая. Через несколько часов у них игра с ОГЭ, которые показали феноменальную доту вчера. Да, но уже и Хомы, во-первых, что? Во-первых, за все проигрыши Вичи Гейминг отомстили. Во все вот эти проигранные квалификации. Это раз. Во-вторых, лучшая на этом мейджоре китайская команда уже 100%. Уже, к минимуму, топ-4.